Всем привет! Сегодня у нас будет небольшая психологическая консультация на фоне русско-турецких отношений, но больше это будет напоминать все-таки консультацию психологическую в плане самой девушки. Я хочу еще заранее сразу видео здесь пояснить о том, что когда я веду консультирование свое, я в последнее время просто морально, физически не могу брать людей с какими-то личными проблемами в плане депрессии. Именно кто в депрессии, я извините, не могу брать, можете мне пока что с этим не писать. Я не могу морально это вывозить, мне не хватает на качественную, скажем так, работу, поэтому я немножко всем, кто какие-то личностные в плане депрессии, я отказываюсь сейчас. Но наоборот, мне очень нравится, интересно работать. Если у кого-то есть такие желания, запросы, пишите на почту, я ее оставляю в инфобоксе под этим видео, либо там комментариям первым прикреплю под видео. Мне интересно работать с теми, у кого вот история с русско-турецкие отношения, с турецким мужчиной, они зашли в отношения в тупик. В основном это все-таки как ни крути, все эти консультации, они сводятся к психологическому консультированию. Так что кто хотел решить свои какие-то вопросы, разобраться в чем-то более с точки зрения психологии, в перемешку с точки зрения менталитета турецкого мужчин, что-то может быть понять, пишите на почту, мы договоримся с вами о консультировании. Консультация длится час, в общем, кому нужно, я вам лично на почте отвечу по поводу условий консультирования. А кто мне пишет истории на почту и хочет какого-то комментария, это говорит о том, что ваша история попадает в эфир, я в видео ее зачитываю, люди дают какие-то комментарии, естественно, я тоже это комментирую, скажем так, по воле судьбы, добровольно абсолютно. Так что давайте приступим, что сегодня девочка написала. Этим летом я отдыхала в Турции, недалеко от Измиры, у меня в мыслях не было заводить какие-то знакомства, а уж о романе не могло идти и речи, все-таки я опасаюсь турецких мужчин, но что-то пошло не так. В общем, познакомилась я с мальчиком, он живет в Измире, вернулся после армии, устроился временно в клуб охранника. Клуб был не в отеле, и нас туда отвозили на трансфере. Мы здорово проводили время, он каждый день забирал меня из отеля к себе на работу и отвозил обратно. Ему разрешили находиться со мной в отеле, обедать, купаться в бассейне, он мог заходить за мной в номер. В общем, спокойно пускали на территорию отеля. После того, как он поговорил с шефом, о чем там они говорили, я не знаю, так как не понимаю по-турецки, общались мы через перевозчика немного на английском. Я растаяла от его отношения ко мне, он показался мне воспитанным, умным парнем. Несмотря на языковой барьер, мы хорошо ладили, и у нас сложилось теплое общение. Мы провели вместе неделю, почти не расставались даже на ночь. Он свозил меня в Измир, показал город, я не боялась его, чувствовала себя под защитой. Он рассказал о своей семье, что познакомился со мной, показал им нашу фотографию. Пришло время улетать мне обратно домой, ох, у меня были крокодили слезы. Но он сказал, что надеется, что мы увидимся, и что он меня любит, и не встречал таких, как я. Я улетела домой, мы общаемся уже четвертый месяц. Он все так же нежен, звонит мне и пишет. Но был период, когда он пропал на несколько недель, 2-3 недели. Сначала он сказал, что не хочет отношений на данный момент. Он не хочет меня терять, что ему очень важно, и он боится меня обидеть. Но тем не менее, он честен со мной. В эти 3 недели мы почти не общались. Потом я увидела у него фотографии с девушкой. Как-то после этого я совсем расстроилась, но ничего не стала говорить. Через время он мне написал, сказал, что скучает и прочее. Я не смогла оставить без внимания наличие в его жизни другой девушки. Он не стал отрицать и сказал, что да, она на время, и что он живет здесь и сейчас. И почему-то весь разговор перешел в то, что он хочет увидеться, и что он меня не предавал, что у него не было никого после меня, и что он принадлежит мне. В общем, сейчас этой девушки нет. Она была у него действительно неделю от силы. Я не вдаюсь в эти подробности. Я почему-то искренне ему верю. Тем более, никто никому ничего не обещал. Ему оба впервые вправе делать, что хотим. Но хотя он тебе обещал, он тебе говорил, что он тебя любит, что он не встречал такую. Мне кажется, он кое-что как бы обещал, да? Говоря там, люблю и все прочие дела, когда ты улетала из Измиры. Не надо его оправдывать. Это выглядит уже сейчас как оправдание. Только я вот хотела увидеться с другими знакомыми в Измире. С Турчанкой, например, которая работала у нас в отеле-аниматором. Она отличная девушка. Я ее очень полюбила. И она меня тоже ждет. Даже предложила остановиться у нее, а не в отеле. Естественно, узнала об этом. Сказала, что не оставит меня одну. Что он скучает. Что он все еще ищет хорошую работу. Из-за этого он грустит. Я не наблюдала за ним похода в бар и клубы. Он домашний парень. Ездит с отцом на рыбалку. Занимается спортом. У него высшего образования. Сказала, что заберет меня из аэропорта. Проведет со мной все дни. Что найдет, где мне остаться. И спросил, чем я планирую заниматься. Что я хочу посмотреть. В общем, взял на себя ответственность за меня. И сказал, что я просто ему должна говорить, что я хочу. Остальное его дело. Как он будет это устраивать. Он сообщил своим родителям, что я прилечу. Потому что надо же как-то объяснить свое отсутствие целую неделю. Он все-таки так же нежен. И трепетен со мной. Называет меня Ашкым. Мне очень нравится с ним общаться. Я бы хотела большего. Но уверена, что это только мои мысли. Я знаю, что скорее всего не нужно было лететь туда. А сказать ему, что хочешь увидеться, сам прилетай. Но я очень хочу в этот город. И полетело бы туда все верно. Как вы думаете, на что стоит обратить внимание в нашу вторую встречу? Как лучше себя вести? Какие вопросы задавать на эту тему? И лучше вообще не поднимать тему отношений? Я в любом случае не хочу перестать с ним общение. Переставаться с ним общаться. Даже если мы будем просто друзьями. Но все-таки мечтаю о большем. Буду рада обратиться на обратной связи. Желаю вам успехов. Знаете, я так скажу. Первое, что вот прочитав все о моей эмоции. Без какого-то дополнительного разбора. Девушка почувствовала то, что парень ненадежный. У него была другая девушка в этот период. И он ее очень сильно нравится. Она влюблена. Поэтому она готова сжигать мозгты. Делать все, что угодно. Для того, чтобы типа ненароком у них все-таки были отношения. Для начала я советую этой девушке определиться, чего ты хочешь. Потому что вначале мы ничего никому не обещали. У нас все налегке. Я хочу большего. Я хочу отношений. Для себя сначала реши, чего ты хочешь. Или если ты, мне кажется, настолько влюблена, что ты готова закрыть глаза и просить все, что угодно. Ты готова сейчас прилететь, ты готова сделать все, что в твоих силах, лишь бы не потерять этого человека. Здесь ключевое, прям подчеркиваю, лишь бы его не потерять. Вот чем эта хорошая история, это огромный пример. И для тех, кто, скажем так, только вступает в отношения. Вот эта история очень показательна. Это сейчас девочка находится в том моменте, когда она может потерять себя. И ради того, чтобы не потерять свою вот эту влюбленность этого человека, она готова предать себя, свои какие-то принципы. Если потребуется, он ее попросит поступиться с принципами, она это сделает. Если он ее попросит в каких-то полигамных отношениях. У меня будут периодически какие-то девочки, с которыми я буду спать, встречаться, пока ты у себя на родине. И у нас типа свобода, она на это согласится. Какие-то, не знаю, с меньшим религией или еще что-то, ну, общее. Я не говорю, что конкретно к этой девушке. И вот в такой ситуации, вот в этом именно чувстве сейчас острым, ощущении любви и страхи его потерять, человек придаст свои какие-то принципы. Готов подписаться на любой контракт с закрытыми глазами, он тебе подпишет. Ради вот этого чувства влюбленности. Потому что он ей дал ощущение защищенности, того, что он ее оберегал, он ее обхаживал и днем, и ночью. Он сейчас берет всю ответственность за ее визит. Вот он меня заберет, вот он решил, где я буду жить. Психологическая консультация. В чем заключается девочка? Тебе нужен мужчина, который будет всепоглощающим решать за тебя все. Тебе не хватало внимания от своего отца. Опеки. Именно отцовской опеки и заботы. И тебе кажется, если мужчина тебя вот так опекает, ведет тебя и за тебя все решает, это говорит о том, что он тебя любит. Но на самом деле это не так. Потому что уже сейчас, то есть для тебя уже не так больно, не так колко, то, что у него была какая-то девушка. Я не верю в то, что у него с ним ничего не было. Тогда и девушку, простите, не нужна будет. Если он тебя любит, ты ему нужна, он бы тебя ждал, он бы разговаривал об отношениях. Парень поверхностный. Как себя вести, на что обратить внимание? До поездки. Потому что там тебе вообще в поездке, когда ты его видишь, голову снесет просто крыша тебе. Определись, чего ты хочешь. Хочешь ли ты отношений? Во время поездки своего пребывания там смотри, какое к тебе отношение. Можешь поднять разговор о этой девушке, которая у него была, про эти отношения. Узнать что да как. Не всему, открыв рот ему, веря, заглядывая ему в рот, открыв глаза. Он будет говорить то, что ему выгодно, удобно. Может быть, отчасти, чтобы тебя чем-то не ранить. Имей это в виду. Всегда в своей голове держи. Что не все, что он говорит, это чистая правда, чистой воды. Он что-то может утаивать. И когда уже ваше путешествие завершится, ты можешь с ним поговорить. Во-первых, спросить, кто мы кем друг другу являемся. Я твоя девушка или что. Просто если я сейчас уеду, и у тебя будут какие-то еще отношения на стороне мне, это будет больно. Или я могу уехать и начать строить отношения. То есть у вас должен быть разговор, по окончании которого вы должны понять, кто вы кем являетесь друг для друга. После этого уже можно будет говорить об отношениях. Есть они у вас, нет. Либо вы свободны. И если свободны, ну, как бы вообще. Ну, свободны, значит свободны. Каждый делает то, что хочет. Вы просто периодически вместе встречаетесь. Приятно проводите время. Такие друзья, короче говоря. Влюбленные друзья. Вот так бы я это называла. Но никакого будущего, ничего. Если тебе, я просто не знаю, сколько тебе это девушки лет, да. Если ты молода, тебе там 20 лет, 23 года, скорее всего. Не 20 лет. Ты самостоятельно покупаешь билеты. У тебя есть на это деньги, значит ты работаешь, закончил учебу. Ну, допустим, тебе 23 года. Такой формат общения. Ну, да, приятен. Почему бы и нет? Приятно и полезно можно совмещать, но при этом не забивать на себя, не концентрироваться на этом мужчине и у себя на родине, не отвергать какие-либо отношения. Потому что будущего вот этих отношений в такой форме свободной нет. Если у вас уже по разговору будет понятно, что ты его девушка, уже можно говорить о каком-то будущем в плане вашего будущего, не совместного жилья детей и всего прочего, а просто будущего развития ваших отношений. Да, пусть он к тебе приезжает в следующий раз в таком случае, да. Да, познакомишь его с родителями. Какая-то серьезность. То есть отношения начнутся, ваше общение с такого аморфного состояния будет уже получать какую-то ограночку, какую-то форму. Ты уже будешь знать, что что-то можно с него спросить, да. Что на что-то ты имеешь, блин, право. И просто так какая-то на стороне девушка на неделю никакая, с которой типа он не спал, не появится уже. Она не может появиться, потому что он выбрал тебя. И я считаю, что в конце этой твоей поездки, да, можно не с ножом у горла, приставив его к стенке, допрос вести, да, а просто сказать, мне интересно, меня это волнует, ответь на мои вопросы, кто мы, кто кому, ты неприятен, и все. Там будет видно. Кто был по молодости в таких же ситуациях, пишите ваши комментарии, как бы вы посоветовали девушке поступить в этой ситуации, на что обратить внимание во время второй их встречи, стоит ли разводить разговоры, что вообще, собственно, думаете по этому поводу. Спасибо за ваше внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok